Геннадий Семёнович Адеев, 1922 года рождения. Гвардии старший лейтенант, военный лётчик, ночной бомбардировщик. На фронте с 1942 года за штурвалом Ил-2 совершил 120 боевых валитов. После войны работал на турбомоторном заводе. Автор нескольких поэтических сборников. Всю ночь перед началом берлинской операции на нашем аэродроме царило оживление. Техники готовили самолёты, оружейники подвешивали под крылья бомбы и реактивные снаряды, снаряжали пулемётные ленты. 16 апреля в 4 часа, когда горизонт начал светлеть, было объявлено построение нашего 951-го гвардейского штурмового авиационного полка. Вынесли полковое знамя, замерли шеренги. «Боевые друзья», – сказал командир полка, – «войскам нашего фронта приказано разбить противника, захватить столицу фашистской Германии Берлин и водрузить над ним знамя победы». С первыми лучами солнца поднялись наши грозные илы. Нас свёл сам командир, подполковник Гуренков. «С высоты тысячи метров наблюдаю за землёй. Вот под нами Одер. Слева и справа от нас самолётные клинья полков нашей дивизии. Смотрю на часы. Ровно пять». Началось генеральное наступление 1-го Белорусского фронта на Берлин. Первые залпы дали «Катюше», и над расположением войск противника заплясали огненные вихри. Вслед за артподготовкой наземные части 5-й ударной армии бросились на рубежи гитлеровцев. Ещё 2-3 минуты полёта, и мы выходим в район цели. Опорный пункт гитлеровской обороны. В небе появились чёрные шапки разрывов зенитных снарядов. Земли фашисты ведут пристрелку по нашим самолётам. Прицельно бьют по нам зенитки. И мессеры кружат, как вороньё. А жизнь – как пуговка на нитке. Что стоит оборвать её? 30 илов перестроились в «Змейку», выполняем противозенитный манёвр. Разрывы всё плотнее и ближе к нам. И вдруг слышу голос стрелка Быстрова. «Командир! Справа мессеры!» Рывком делаю горку, даю очередь из пулемётов. Пара мессеров, резко отвернув, уходят из-под огня. Возвращаюсь в строй. Самолёт командира полка, покачав крыльями, пошёл в крутое пикирование. Сигнал к началу атаки. Мы повторяем манёвр командира. Реактивные снаряды, противотанковые бомбы точно поражали немецкую технику. А наши передовые части овладевают первой линией немецкой обороны. Развернувшись и набрав высоту, мы повторяем боевой приём. Но не дремали и немецкие зенитки. Вижу, как идущий слева от меня самолёт лейтенанта Антонова вдруг, резко клюнув носом, завалившись на крыло, вспыхнул и объятый пламенем устремился к земле. «Прощайте, товарищи!» – услышали мы в шлемофонах. Поздно вечером командующий 5-й ударной армией генерал Берзалин радиограммой горячо благодарил лётчиков нашего авиаполка за успешные боевые действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова